Ресторанчик пустой оказался, не знаю, с чем это связано, с тем, что может быть не сезон или с тем, что масса других есть мест. Но мы то, что сейчас прошли, все пустые на самом деле. Может быть к 8.30 больше народу подтянется, когда будет шоу. Шоу будет 8.30. По ценам, что здесь по ценам? Запуски начинаются от 10 ренгит до 30. 30 ренгит это такая тарелка из комбинированных закусов разных. Можно заказать половину. Супы 18-20, 22 ренгит. Меню построено так, что, ну как бы, а, кстати, нет, это не касается курицы и не касается говядины. Рыба и морепродукты показываются так. То есть сначала выбираешь, что ты хочешь, какую рыбу, там, целый сипас или филе редснеппера, либо целую, там, морскую рыбу какая-то, да, или местный кунец или макрель. В общем, выбирается рыба, затем выбирается способ приготовления. Вот, есть разные тут способы и на пару, и прожаренные, и разные соусы, и с разными добавками. В общем, здесь вот на выбор с кокосовым молоком. То же самое касается и морепродуктов. Креветки тоже выбираем какие, и соответствующий соус. Нам очень на острове полюбился соус сливочно-чесночный. Вот мы здесь заказали тоже креветки с этим же соусом, попробуем. Стоимость рыбы 65 ринггит, ну, можно за 30 даже не заказать, я вижу. 30-65 ринггит, вот и до. Морепродукты, самая дорогая порция 75, это королевские креветки, 3 штуки. И самое простое здесь есть креветки маленькие. Так, овощи. Традиционный салат 12-25, овощи просто 12-18. Ринггит, это я называю салат, да? Салат? Салат? Да. Мы получили этот. И вы рекомендуете это? Этот, да? Окей, это я. Вы говорите о бенгит, овощи. Да. И вы рекомендуете салат, и вы говорите о манго-салат. А, манго-салат. Он рекомендует манговый салат взять. Хорошо. Окей, спасибо большое. Отлично вообще, кстати, официант рекомендует нам все. Ну, и так, толково рекомендуют, потому что обычно сразу заметно, если не толково. Когда мы спрашиваем, порекомендуете нам что-нибудь, если официант не заинтересован, то, ну, или ресторан такой, сразу выбирают самые дорогие блюда. Нам сразу понятно, что как бы без правильной рекомендации. Ну, в общем, неважно. Итак, что здесь еще есть? Овощи сказала. Рис. От трех простой рис до пятнадцати. Разные тоже способы приготовления риса есть. Ну, и, конечно же, десерты. Десерты традиционных не вижу. Вижу международный тирамису есть. А, хотя нет, вот есть какой-то местный. Надо будет тоже попробовать, если у нас останется место. Заказали мы все из меню, из каждого пункта. Вот, все будем пробовать. Ну, кроме курицы и горячей, мы не закармливаем. Дали рыбу и креветки, салат, закуски и рис. Все. Отлично.